Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня утром двое налетчиков, бряцая пистолетом и гранатой, ворвались в офис банка Убрир в пионерском поселке Большого города и ушли ни с чем. Поразительно, 12 дней назад банк открытия в соседнем доме вломился в елмурот с пистолетом и тоже ориентировался, не солоно хлебавший. Ночью в поселке Мартюш под Каменском-Уральским медвежатники за 4 минуты распотрошили банкомат и выгребли из него миллион шестьсот. В северо-Уральске сегодня в полвень в дыму из-за выпивки и папиросок погибли два парня и девушка. Накануне по той же причине в Верхотуре задохнулись два старика и старуха. Накануне на ЖБИ в квартиру Николая Богданова, ярого украинского националиста, громко засветившегося в интернете, позвонили патриотично настроенные граждане, вернувшиеся с Донбасса, и деликатно пригласили его на разговор. Перепуганный Богданов дверь им не открыл, собрал чемодан и пообещал через пару дней срулить в Турцию. На юго-западе Екатеринбурга микрофинансовому должнику коллекторы расписали входную дверь в подъезд дома под Хохлому с указанием его имени, номера квартиры должника. Вероятно, выезд коллекторов и краска из болотчика стоили дороже его долга в две тысячи. Ну а теперь обо всем этом и многом другом в нашей программе подробно детально. В первую очередь, опять и снова феерический Екатеринбургский пионерский поселок. Опять душераздирающая попытка ограбления банка. Опять и снова улицы учителей. Как будто только что, буквально несколько дней назад, там не ловили сказочного стреляющего оленя Дюлмурода. И вот опять в банк ворвались грабители, махали пистолетами и гранатами, а суровые уральские девушки опять их послали. Сегодня в 10 часов 20 минут утра два разбойника с пистолетом и гранатой наперевес вторглись на территорию филиала Уральского банка реконструкции и развития, что на улице Учителей 8, и попытались было поднять финансово-кредитное учреждение на баблишку. Но были вынуждены ретироваться. И вот это уже больше напомнило не вооруженный разбой, а обезоруживающий фарс. Дело в том, что не далее, как 29 января, то есть 12 дней назад, в соседний банк открытия, дислоцирующийся в нескольких метрах от Убрира, в соседнем здании, тоже имеющем адрес Учителей 8, разница, видимо, в корпусах, с пистолетом наперевес вломился 20-летний южный гастарбайтер Дилмурот и попытался поживиться чужой наличностью и даже два раза выстрелил из пневмата в пол. Но храбрая и жадная банковская сотрудница не испужалась, не дала ему денег и надавила на кнопку. Дабы не дожидаться приезда охраны, Дилмурот сгреб пистолетик в охапку и удрал, а через несколько дней на выходе из съемной хаты его поймали опера, просидевшие двое суток в засадах. На допросе Дилмурот покаялся и сознался, что бабосики ему понадобились, чтобы отчалить на его южную родину. Известно, что рядом с непокорным банком открытия соседствуют в нескольких метрах еще два банка – Убрир и СКБ. И, казалось бы, по теории вероятности, не могут в одном месте оказаться два неподатливых банка. То есть заходи в Убрир или СКБ с пистолетом, и там тебе должны выдать нал без проблем и процентов. И два разбойника купились на байку баллистиков, мол, где две вороны в одну воронку не попадают. Но практик показала, что в одном адресе, на учителей 8, могут оказаться сразу два упертых бесстрашных банка. Разбойники, по описаниям очевидцев, оба толстенького телосложения, в шапках, натянутых на брови, а снизу прикрывшие свои забрала шарфами, с предметами, похожими на пистолет и гранату в руках, вошли в банк и, дабы избежать отсебятины, процитирую пресс-службу Убрир. Сначала они потребовали денег у менеджера, потом попытались добраться до кассы, но у них не получилось. Все произошло буквально в течение нескольких минут. Злоумышленники были вынуждены покинуть отделение банка без добычи. Конец цитаты. Согласитесь, по этой цитате сложно судить, почему налетчики постеснялись взять бабло и отчалили. Но, думается, это разъяснится уже завтра. В каждом банке имеются камеры наблюдения, и если банкиры и силовики поделятся кадрами со СМИ, то зрители обязательно это увидят воочию. Ну, а пока можно констатировать, что бомбить банки на учителей 8 – дело пустое. В СКБ в ближайшие дни вообще лучше злодеям не соваться. Там девчата уже по-любому засели в глубоко эшелонированной обороне и будут отстреливаться, может быть, даже из травматических гранатометов. Что касается сегодняшней парочки разбойников-неудачников, то ее ищут. Полицейские уже заявляли, что на отлов банковских потрошителей всегда бросаются лучшие опера. Опыт наработан огромный. Так что высока вероятность того, что этих налетчиков, как и делмурода из соседнего банка, тоже отловят и приконопатят по 162 УК. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-ростных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание подозреваемых. Сыщики уголовного розыска и участкового полномочия опрашивают персонал кредитного учреждения, проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ну и еще полицейские просят население помочь ускорить процесс отлова. Ну в том смысле, если вы что-то знаете об этом налете на Убрир, или вдруг знаете, где гасятся два человека с предметами, похожими на гранату и пистолет, то телефонируйте по номеру 02. Не дайте операм Угро подхватить простуду. Февраль у нас в горах, в этом году теплые, но несколько суток лежать в засаде на снегу все-таки холодновато. В Екатеринбурге в доме на Высоцкого 20 группа патриотически настроенных молодых парней провела акцию, ну не то чтобы устрашения, а скорее акцию предупреждения. Под окнами и под дверями жилища Николая Богданова. Известного в узких кругах как националиста, лидера слабораскрученного движения «Общее дело», участника русских маршей и ярого язычника, который в крайнее время стал увлекаться про-украинской риторикой в интернете. Ну, это мягко говоря. А вообще он занял открытую про-украинскую прохунтовскую позицию. Сейчас не сочтите за антирусскую пропаганду, но так чисто в качестве иллюстрации. Давайте послушаем, как Богданов поздравил украинцев с майданутой победой. Помогали Майдану. Мы надеемся, что когда дойдет очередь и до нас, до России, от украинского братского народа, помощь будет оказана и нам. По версии самого Богданова, акция его предупреждения проходила так. В его дверь постучали. Их было человек 20. Сказали, что люди из Луганска требуют крови. Дескать, Коля, ты занял неправильную жизненную позицию. Ты поставил не на ту лошадь, Коля, потому убирайся. Конечно, испугался. Очень сильно стучали в дверь. Сказали, что меня убьют. Потому что люди, которые приехали из Луганска, очень не хотят крови. И хотели, чтобы я открыл и объяснил свою позицию. Я вызвал полицию. Значит, приехала полиция. Тех людей, которые стояли непосредственно у моей двери, и которые стучали в мою дверь. Полиция применила, значит, какие-то примитивные меры, значит, их с собой забрала. Вот полиция в этом плане облагодарен, конечно. И после этого, значит, вот ничего не было. Вот смотрите, как культурно у нас в горах обходятся с инакомыслящими. С теми, кто не любит нашу великую родину. Постучали, предупредили. Заметьте, не взломали дверь, изнасиловали, накол посадили, сожгли. Нет, все очень культурно. А нам-то говорят, у вас, дескать, режим, у вас, дескать, нет демократии, дескать, сейчас на Украине, ну, прям расцвела свобода. Януковича свергли, и прям свобода. А прикиньте, если бы кто-то пророссийско настроенный в сети на Украине стал бы высказывать свои мысли. Не, ну, такие смельчаки, конечно, были. Но за ними быстро приезжали либо СБУшники, либо народные мстители фашистского толка. Убивать, может, и не убивали, но калечили и пугали изрядно. Про Богданова известно, что на крайний русский марш он приперся с жовто-блакитным флагом. И ничего. А прикиньте, если бы на Украине, на какой-нибудь нацистский сходняк, кто-нибудь заявился бы с русским триколором. Ну, мы не знаем, что было бы, но, по правде говоря, экспериментировать желания особого нет. Это так, к вопросу о свободе и диктатуре. Недавно русские националисты распространили в сети картинку визитки Николая Богданова, из которой следует, что он якобы возглавляет в Екатеринбурге филиал правого сектора. Но если быть честным, а русский православный христианин должен быть честным, то, конечно, такая визитка может быть и подделкой. Ибо, сами понимаете, сеть – это место, где полно всяких нечистот. И Николай отрекся от правого сектора. Потому что это глупо, потому что правый сектор – это Украина. И очень глупо и сложно говорить о том, что правый сектор имеет какое-то позиции в Российской Федерации. Нет, конечно, нет. Оказалось, Богданов не столько фашист-правосек, сколько русский язычник. Ну, знаете, сейчас это стало даже в узких кругах модно. Поклоняться древним славянским богам. Ну, там волхвы, ведьмы, все дела. Ох, друзья, гоните вы Иисуса Христа от себя. Ох, гоните. Если окунуться в глубь истории, ну, в смысле, не так глубоко, что прям до славянских башков, а в крайние десятилетия, то про Богданова известно. В свое время он был судьей Чкаловского федерального районного суда Екатеринбурга. В один роковой вечер, как напомнило сегодня агентство «Резонанс», он в пьяном виде вез свою любовницу на машине, врезался в грузовик, женщина погибла. Несмотря на неприкосновенный статус федерального судьи, Богданова все-таки прилип, дело расследовали, довели до суда, и он получил пять лет условно. Из судейского корпуса, естественно, был изгнан. Заделался адвокатом. Для этого ему пришлось скрыть свою судимость. Когда тайна рассекретилась, Богданова поперли и из адвокатов. И вот такой человек к своим 43 годам не взлюбил в скормившую его родину. И стал проукраинским рупором, поддерживающим олигархическую хунту. Но и у местных патриотов возникло желание спросить у бывшего русского националиста. Как же так, Коля, получилось? Просто хотели спросить. Их полицейские забрали во второй оп, но понятно, что вскоре отпустили. И пошли парни к себе домой. А Николай Богданов испугался и в двухдневный срок решил покинуть дом родной. Убираться из России. Убираться из России, потому что, значит, здесь в моей жизни, вот, я сегодня понял, значит, что предстоит очень большая опасность. Те люди, которые, значит, сегодня стучали ко мне в дверь, вот, и говорили, что бойся, вот, что остается делать? Убираться. Ну, кроме Украины, есть еще много других стран. Вот, я думаю, что, значит, приму решение о том, чтобы покинуть Россию-Ференцию. Сегодня в полдень в Северо-Уральске в дыму загоревшейся квартиры на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ленина погибли трое. Хозяин дома 35-летний мужик. Его приятель 27 лет от роду и 25-летняя гостья. Все они задохнулись в дыму после попойки. По версии огнеборцев, источник убийственного огня был обнаружен в хозяйской спальне на диване. Мать полуденного в выпивухе в это утро ушла на работу. Сын позвал приятеля с подругой. А курок выпал из сонных рук одного из собутыльников. Диван вспыхнул. В живых дыму выжить смогли лишь святы в вазе на столе. Десяток соседей погорельцев с восьмого и девятого этажей огнеборцы вывели из дымного дома по лестничным маршам. Накануне ночью в Верхотурье коллективная попойка пятерых общеножителей в бараке закончилась гибелью трех дыму. Еще двое стариков, одному из которых под 90, попали в реанимацию. В этом пожаре причиной дымной беды стала также папироска, выскользнувшая из пьяных пальцев. Камеры, установленные на крыльце ювелирного магазина, зафиксировали ночную кражу. Особой приметой грабителя стала детская коляска. Это видео было снято системой наблюдения ювелирного салона «Золотой телец», расположенного на улице Горького в городе Ревда. 6 февраля, придя на работу, сотрудники магазина обнаружили оборванные новогодние украшения. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, они увидели воришку. Молодой мужчина с детской коляской не смог пройти мимо рождественский гирлянд, не взяв с собой кусочек этой красоты. Только сделать это было непросто. Сплетенные на совесть из настоящих пихтовых ветвей гирлянды не сразу дались ценителю красоты. От демонтажа одной он вынужден был даже отказаться, да и на вторую у него едва хватило сил. Действия воришки могли быть и более рациональными, если бы тот был чуть трезвее, но трезвым его, возможно, и не потянуло бы на такую авантюру. Наконец, сумев расправить один из концов гирлянды и оторвав электрические провода, заботливый отец водрузил украденное украшение на коляску своей дочери или сына. И при исполненной гордости от проделанной работы продолжил свой ночной мацион в мирном направлении, ну, то есть в сторону улицы Мира. Сотрудники «Золотого тельца», придавая глазки эту видеозапись, заявили, что в полицию они обращаться не будут. Пихтовая гирлянда – вещь одноразовая. Свою роль она уже исполнила. Не сегодня-завтра ее и так сняли бы. Ну, может быть, до 14 февраля подождали бы еще. Так что магазину ущерба никакого. А вот этот папаша пусть покрасуется перед своими друзьями, соседями, пусть посмотрит, какой он бесстрашный и ловкий. Обокрал ювелирный салон, не упуская коляску из рук. А главное, какой он благородный. Все лучшее детям. Порча чужого имущества коллекторами микрофинансовых организаций стала приметой времени российских городов. Руководствуясь вроде бы благими целями возврата долгов, эти современные мытари сами с легкостью переступают закон и плюют на мораль. Эти кадры, снятые камерой уличного наблюдения, в ТАУ прислал 33-летний катеринбуржец Александр Иванов. Это его фамилию и номер квартиры старательно выводит нитрокраской на подъездной двери молодой сотрудник службы безопасности микрофинансовой организации. Александр, по его признанию, взял микрозайм в компании «Домашние деньги» в августе прошлого года. Сам он зарабатывает на жизнь монтажом электропроводки. Доход имеет небольшой, но главное нестабильный. Летом заказчик затянулся оплатой, а дочь нужно было собирать в школу. Вот и пришлось взять микрозайм в домашних деньгах. Переплата в таких конторах исчисляется сотнями процентов годовых, но чтобы не смущать заемщика, само слово «проценты» здесь не используется вообще. Вместо этого существует понятие «еженедельный платеж». У Александра, взявшего 15 тысяч рублей на 26 недель, платеж составил 1022 рубля. И он его исправно платил до декабря, пока опять не столкнулся с задержкой зарплаты. Тогда, по его словам, ему позвонил менеджер домашних денег и вежливо спросил, когда поступит оплата. Александр сказал «в течение недели» и слово свое сдержал. Но наверстать график выплат уже не мог. Все последующие платежи пошли с задержкой, сумма долго возросла. И на сегодняшний день Александр, продолжая выплачивать, все равно должен взаимодавцу 2000 рублей. Только теперь никто у него не интересуется, когда он сможет погасить займ. Коллекторы или службы безопасности компании, кто их знает, действуют молча. Если звонят по телефону, то молчат. Если приезжают домой, разговора также не ищут. Просто гадят и уезжают. Этот почерк знаком всем екатеринбуржцам. Остался ли в городе еще хоть один дом, где не жил бы их должник? А вот сообщений о поимке полиции и самих коллекторов, умышленно портящих чужое имущество, что-то не припоминается. В Екатеринбурге девушка-водитель иномарки столкнулась с пешеходом, пытавшимся перебежать дорогу на красный свет. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора случайного очевидца, вызвавшегося засвидетельствовать невиновность водителя, если это понадобится. Девушка, не уезжайте, у меня на регистраторе снятого на красный переходил. На регистраторе снятого у меня все это такое разбили. Вы на зеленый ехали, он на красный переходил. У меня на регистраторе есть, могу что-то оставить. Автор видео просит не верить цифрам, выставленным на экране его видеорегистратора. Происшествие имело место вчера в 9 утра на пересечении улиц Малышева и Луначарского в Екатеринбурге. Владелец камеры совершал разворот. Машина, ехавшая по Луначарскому, пропустили, но девушка за рулем праворульной иномарки решила воспользоваться разрывом и перестроилась из правого ряда в левый. Не сделая на этого, пешеход казался бы аккуратно на капоте машины с видеорегистратором. Кстати, мужчина, бежавший на красный, пытался было учинить разборки с водителем, толкнувшей его машины, но тут же наткнулся на солидарность нескольких свидетелей его собственной вины в случившемся. Вы на красный шли у меня на регистраторе и все вы взяли. Ну и что дальше идет? Что, претензии, может, вы сейчас ГИБДД выскажете, если вы еду? Я не буду темыть. Смотрите внимательно, на капоте свет, видите видеорегистратор. Спустя пару минут в нашей программе жестокая автокатастрофа девушку с годовалым стажем вынесла навстречу прямо в фургон. У девичьего «Шевроле» вырвало движок и насмерть убило ничем невиновного водителя фургона. Ну а в маленьком поселке под Каменскуральском ночью всего за 4 минуты негодяи распотрошили сберовский банкомат на полтора миллиона рублей. Ну а правоохранители таки разорили визовскую проституточную Виагру. Ту самую, хозяин которой на днях своим корейским джипом пытался раздавить тележурналиста. 5 лет жители дома, где находилась Виагра, боролись с этим лупонарием. И вот, наконец-таки, случилось чудо. Ну и многое другое в нашей программе. 50-50 ОТВ В Екатеринбурге силовики в ходе комплексного крупномасштабного рейда хлопанули таки бордель, скрывавшийся под личинкой массажного салона с нетипичным для массажа названием Виагра, что на заводской улице. Мы об этом заведении более чем подробно рассказывали в конце января в связи с тем, что директор салона Александр Шишко наехал своим бездорожником Киа Спортич на журналиста Андрея Ященко, который всего лишь попытался взять у него интервью на тему, дескать, а у вас там за железной дверью часом не публичный дом? Саня, снимай. Саня, снимай. Саня, снимай. Что вы делаете? Вы совершаете наезд на меня. Я на вас суд подам. А у меня тоже так же. А натолкнули журналистов на мысль о борделе многочисленные жалобы жителей этой пятиэтажки, в которую вмонтирована Виагра. Они пять лет конфликтовали с массажно-проституточным начальником Андреем Шишко, но он всех посылал на ИВ и дальше организовал массажные наслаждения для населения. Я думаю, что это далеко не массажный салон, а заведение более интимного плана. Но, во-первых, название, во-вторых, реклама, которая висит по всему визу, явно недвусмысленная, понятно, чем они занимаются. И в массажном салоне обычно работают медицинские работники, которые лица своих не скрывают, не огрызаются. Двери в салон обычно открыты. Это заведение медицинского должно быть вида, массажный салон. На такие как бы вежливые обращения к ним они всегда отвечают хамственно. Мешают абсолютно всем соседям, да? Наверху съехала Татьяна Анатольевна, жила в однокомнатной квартире. Рядом с ней двухкомнатная квартира, уже третий хозяев. Мы гуляем часто, поэтому клиенты ходят постоянно и ночью, и машины сигналят, и пьяные компании выходят, вот это вот слышно по ночам. Пьяные компании выходят, веселятся, крики, вопли. Этот материал о конфликте аборигенов и массажеров и о наезде на живого журналиста показали по нескольким телеканалам, и на эти сообщения наткнулись работники Верхесецкой прокуратуры. В ходе мониторинга средств массовой информации прокуратуры Верхесецкого района проведена, организованная проведена проверка совместно с ВД города Екатеринбурга массажного салона, представляющего свою деятельность по улице Заводской 32-4. Вот иной раз журналисты могут позавидовать силовикам. В конце января репортеры как не тыкались, как не мыкались, а в недра массажного салона попасть так и не смогли. А вот прокурорские проникли за железную дверь махом. Думается, они бы и сами по себе в одиночку это сделали легко. Но для пущей убедительности они взяли с собой полицию нравов городского УМВД, участковых, спасателей МЧС, налоговиков и не только. Понятно, что для затравочки опер полиции нравов принес в массажный салон отхсеренные 4000 рублей, заплатил их администраторше и пошел как бы на массаж к 25-летней красотке, приехавшей на заработки из Тюменской области. Как и ожидалось, массажистка очень скоро перешла на секс и тем самым подтвердила подозрения соседей, точка оказалась пренайбанальнейшим лупонарием. Проститутка, может быть, и умела делать массаж, но так чисто по-любительски. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. А здесь какую деятельность вы сейчас осуществляете? Саша. Как давно работаете? В околовой. В околовой. То есть здесь работаете, да? Да. Какая заработная плата у вас? В околовой. Ну, средняя заработная плата ежемесячно сколько у вас получается? Не знаю, не знаю, не что. Закончили курсы массажа, имеете право осуществлять деятельность по массажу, по здоровительному, либо какому-либо иному. Актификаты ничего не получали, да? Нет. Это тоже, пожалуйста, отразите. За свои, как бы, массажные услуги, хотя почему как бы, определенные фрагменты клиента она ведь массировала, как говорят про оргазм, через трение к звездам. Короче, за свои телодвижения она взяла 2 800 меченами. При слечении исходника и копии, естественно, случилось бинго! Попадает? Дальше смотри, на, на. Все пуляет? Нет. Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в отношении хозяйствующего субъекта. Также в отношении лиц, осуществляющих деятельность в данном салоне, сотрудниками полиции также будут приняты меры административного характера. Сотрудники полиции привлекли жительницу Тюменской области к административной ответственности по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях за занятие проституцией. Материал административного производства направлен в Верхесецкий суд для принятия решения по существу. В Екатеринбурге, на улице Московской, Свердловские чекисты приделали на взятки с поличным полицейского майора, который до недавних пор возглавлял в седьмом, не по сезону, октябрьском опе отдел участковых и до кучи по делам несовершеннолетних. А беда с главным октябрьским участковым случилась такая. Он узнал, что его коллеги проводят проверку в отношении двух мужчин, которые еще в январе пришли в некий банк с большим количеством банковских карт и стали энергично обналичивать бабло в больших количествах. Это, видимо, у кого-то вызвало подозрение или, может быть, зависть, и за богатенькими картошными мужчинами приехали копы. И начали проверку, ну, видимо, на предмет, а не отмывка ли это криминального бабла. Какова судьба этих персонажей, неизвестно, но карты у них, как вещдоки, изъяли, и теоретически им светила уголовка. И на этом решил сыграть начальник участковых. Он предложил проверяемым мужчинам вернуть все их банковские карты и прекратить проверку в обмен на небольшую сумму в 2,5 миллиона рублей. Понятно, что речь идет о взятке. Проверяемые мужчины, видимо, сказали, да-да, конечно, рубль рухнул, 2,5 ляма, вообще не деньги. А сами пошли на Вайнера 4 в областное управление ФСБ и спалили полицейского майора. В тот момент, когда богатенькие и коварненькие мужчины передавали главному участковому района наличные, налетели чекисты и спиндекрючили мздоимца. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса. Это получение взятки в особо крупном размере. Наказание за совершение данного особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Похорятоство органов Следственного комитета судом в отношении задержанного уже избрана меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Кроме того, в самое ближайшее время задержанному сотруднику полиции будет предъявленное обвинение. Расследование дела продолжается. Ночью в поселке Мартюш каменские медвежатники за 4 минуты распотрошили банкомат Сбербанка. Выгребли из его денежного брюха 1 600 000 и растворились во тьме кромешной. Взломщики со злодейским намерением вломились в торговый дом «Феникс» на улице Гагарина. Их не остановили даже камеры наружного наблюдения. Зато следователям они помогут выйти на след терминала потрошителей. Четвероногая мамзель Эммануэль за углом торгового центра потеряла след медвежатников. Что неудивительно, на ночной взлом никто сейчас пешком не ходит. 1 600 000 немалые деньги, и они наверняка где-нибудь донаследят. Так что поиск злодеев – это лишь вопрос времени. Выезд на встречку стал причиной тяжелой аварии, случившейся вчера на севере Свердловской области. Как сообщила пресс-служба Свердловского управления ГИБДД, в понедельник в половине третьего по полудню на 39-м километре автодороги Верхний Атурак-Качканар произошло лобовое столкновение легкового «Шевроле Лачетти» и грузового фургона «Форд Транзит». 29-летняя женщина-водитель Лачетти не выбрала безопасную скорость, вылетела на полосу встречного движения и тем самым спровоцировала столкновение. Удар оказался такой силой, что «Форд» выбросил с дороги, а у Лачетти вырвала двигатель с-под капота. При этом виновница столкновения осталась жива и угодила в больницу с сотрясением мозга, переломом левой ключицы и рваной раной ноги. Водитель фургона, 41-летний Качканарский предприниматель, погиб. Водительский стаж, виновница смертельной аварии, составляет всего один год, за который она успела получить 7 административных взысканий за нарушение ПДД. 85-летняя Марь Павловна, старушка Суралмаша ради внучка, который, как уверял ее назойливый следователь, по телефону сбил человека на дороге и скоро сядет, готова была выложить за родственничка 50 тысяч. В общем, это были все деньги, которые старушка отложила себе на черный день. Ожидая курьера, встревоженная Марь Павловна на всякий случай набрала номер своего внука и очень удивилась, услышав с того конца провода знакомый голос. В тот день Паша подъехал к 19-му дому на улице избирателей без опоздания и шагнул за порог. Но там вместо старушки, божий одуванчик, он наткнулся на незнакомцев, во взглядах которых он легко прочитал одну единственную фразу «Меньше трех не дадут». «Он мне представился Александром. А кому переводил, я не знаю». «И он вам сказал, куда переводить?» «Да, мне по телефону потом». «И адреса называл, да?» «Да». «Сколько вам из этих денег доставалось?» «От пяти до десяти». «От пяти до десяти?» «Да». Со своим виртуальным заказчиком по имени Александр Паша 24-летний уралмашевский пацан познакомился по переписке в соцсетях. Ему надоело бомбить наугад. И он дал объявление в интернете с предложением своих услуг частного извозчика. Парень живет с родителями, ездит на машине брата. Все не свое. И денег ему хотелось позарез. Паша, конечно, догадывался, что старушки, по адресам которых он наведывался, по звонку незнакомца – жертва телефонного обмана. «Были такие ситуации, что в процессе общения с данным человеком, который представился с ним Александром, я слышал в фаралеме, что он представлялся следователем. И какая-то вот неверность якобы случилась из русленников. Но это я услышал по телефону, когда с ним общался». За месяц Александр Липовый, следователь из полиции, позвонил ему несколько раз. «Вы крупную сумму денег забирали?» «Максимум от 250 тысяч. Примерно сколько раз вы выезжали по адресам?» «В месяц от одного до четырех раз». «А работаете вы с какого месяца?» «Вообще занимаетесь?» «Сентябрь-август». Паша-курьер по звонку забирал у старушек конвертики с деньгами. В эти моменты он старался не встречаться с ними глазами, делая вид, что он человек маленький. «Ты маленький человек, лапушок, шестерка. Понял?» «Понял». С каждого конверта Паша получал гонорар до 10 тысяч рублей. Остальные деньги переводил своему подельнику из интернета на мобильный счет или же через Киви кошелек. Паша утверждает, что совесть он запятнал раз в 8. На вопрос, кается ли он в содеянном, парень даже слезу пустил. И голос его дрогнул от чрезмерного раскаяния. «Раскаиваетесь?» «Да, искренне раскаиваюсь. И тем, готов возрастить убытки, если будет такая возможность людям вернуть деньги». Полицейские больше верят не слезам, а фактам. И потому просят обманутых старушек, если таковые есть, позвонить в полицию по номеру 220-93-63. «Задержанный гражданин проверяется на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга. На сегодняшний день сотрудники полиции доказали причастность данного лица к совершению 8 эпизодов противоправной деятельности на территории Арджиникидзовского района. Однако у следствия есть и основания полагать, что подозреваемый мог совершить еще ряд аналогичных деяний». Сотрудники Екатеринбургской службы спасения «Сова» помогли незадачливой мамаши, чей ребенок остался один в закрытой квартире. «Документы есть?» «Документы все в квартире. Фамилия как в вашем?» «Ангенева». «Имя, отчество?» «Надежда Олеговна». «Надежда», жительница одной из девятиэтажек по улице Ольховской в районе Новой сортировки, поздним вечером уложила дочь спать и поднялась к своей подружке, живущей в том же подъезде. Дверь закрывать не стала, но ключ с собой взяла на всякий случай. Правда, не подумала, что ребенок может встать и самостоятельно закрыть дверь изнутри. «Я просто ключик продвинул, он здесь как-то есть, а попасть я не могу. Что случилось?» «Что случилось?» «Ребенок просто закрыл дверь, и все. Коверил ключ, и все». «Ребенок сколько лет?» «Год один». «Спасатели взяли с собой металлорежущие инструменты, однако до последнего старались обойти, что называется, малой кровью. И это им удалось. «Сколько я вам должен?» «Много, не его. Что-то вы забыли. Деду не по размеру, проверьте ребенка, это нормально, все». «Сколько я вам должен?» «Все большое». «Ушел, да, и по земле». «Все большое». «Спасибо, прошло». До этого, выглядевшая спокойной, по завершению спасательной операции, молодая женщина дала волю своим чувствам. И только тогда стало понятно, как сильно она волновалась, просто старалась скрыть свой страх. Ну, а спасатели подхватили, к счастью, не пригодившиеся электроинструменты и с хорошим настроением, пусть от маленького, но доброго и вовремя сделанного дела, продолжили начинать журство. Вчера в Свердловской области очень торжественно на уровне первых лиц областного правительства праздновали 95-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Григория Ричкалова, летчика-истребителя одного из величайших асов Второй мировой войны. Мероприятия проходили и в поселке Зайково, поглотившем деревню Худяково, Ирбитского уезда Пермской губернии, где 9 февраля 1920 года родился Григорий Андреевич, так и в областном центре, на торжественном собрании в театре эстрады. В этом году будет 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, уходят годы, но память о этих событиях и возможность отдать дань уважения тем, кто жив или кто действительно сделал нашу с вами Родину свободной. Она не утрачивается в обществе. Мне приятно, что сегодня в этом зале сидят земляки, дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича, это жители поселка Зайково Ирбитского района, Сербитского района, это Бобровский, Сесерский район. И мне очень приятно, что в сегодняшнем памятном вечере, концерте принимает участие и дочь Григория Андреевича, Любовь Григорьевна. Любовь Григорьевна, спасибо, что вы нашли время. Вы сегодня вместе с нами. Григорий Речкалов на самом деле один из величайших наших земляков. Совершенно незаслуженно подзабытый, если можно так охарактеризовать степень его известности на Малой Родине, даже с учетом наличия многочисленных родней. С трудом часть людей может припомнить, что это вроде бы летчик, может даже испытатель. Лишь особо продвинутые предположат, что сбил он, наверное, больше всех немецких самолетов. И, кстати, будут в шаге от истины. А ведь это был настоящий суперлетчик с одного пьедестала с трижды героями Кожедубом и Покрышкиным. Например, по принятой в СССР традиции подсчета считалось, что Кожедуб сбил 62 самолета лично, Покрышкин 59, а третьим считали Речкалова 58. Сейчас, можно сказать, восторжествовала версия, согласно которой за ним числится, кроме четырех сбитых в группе, 61 лично сбитый самолет. И уж совсем никто и никогда не подвергал сомнению его титул лучшего летчика среди всех союзных войск по числу побед на американском истребителе Аэрокобра. 44 штуки. Еще когда Гриша был школьником, его семья переехала в Бобровку, нынче поселок Бобровский СССР. Сейчас школа в поселке Зайково и школа номер два в Бобровке получили имя дважды героя Советского Союза Григория Речкалова. Также в родном Зайково еще в 1949-м был установлен его прижизненный бронзовый бюст, как это полагалось каждому дважды герою. В Бобровке же установлен памятник. Здесь в 1990-м Григория Андреевича схоронили. До войны он успел поучиться в Свердловске, в фабрично-заводском училище при Верхесецком заводе, в аэроклубе, откуда как лучший курсант попал в Пермскую военную школу летчиков и в 1939-м году уже начал служить в 55-м истребительно-авиационном полку недалеко от румынской границы. Первый день войны должен был стать его последним днем как летчика. 22 июня 1941 года младший лейтенант Речкалов вернулся в расположение полка из Одессы в своей налетной комиссии, которая списала его с летной работы из-за дальтонизма. Но он тут же получил первое боевое задание, а на четвертый день войны сбил первого немца. Причем это был истребитель Ми-109, на две головы превосходивший его допотопный Биплан И-153. С бортовым номером, кстати, 13. Через месяц уже на И-16 и с тремя сбитыми самолетами на счету Речкалов получил тяжелое ранение, надолго попал в госпиталь. А тем временем при отступлении полковая документация была частично уничтожена. И существует такая версия, что те три самолета, сбитые в 1941 году, в итоге записали насчет однополчанина Покрышкина, будущего первого трижды героя. Родные рассказывали, что уже после войны Речкалов нашел тому документальное подтверждение и тут же позвонил однополчанину и высказал все, что о нем думает. А Покрышкин в то время уже был для него вышестоящим начальником, кроме того, что официально охраняемой легендой, и на репутации его не могло появиться ни пятнышко. Отсюда и то самое относительное забвение Речкалова, которого попросту даже опасались упоминать в своих мемуарах некоторые сослуживцы. В 1959-м в звании генерала-майора он ушел в отставку, поселился в Москве, где и родилась дочь, приехавшая на 95-летие отца в Екатеринбург. Нельзя сказать, что его совсем уж забыли в родных местах. Изредка приглашали, он приезжал. В доме спорта горного института, например, проводился турнир по бадминтону его имени, на котором он лично вручал призы. В наши дни этот турнир возрожден. И это приятно, и очень здорово, и очень трогательно, все то, что происходило и в Зайково, и в театре эстрады в Екатеринбурге. Григорий Речкалов на сегодня не так популярен, не так знаменит, как, например, другой наш земляк, легендарный разведчик Николай Кузнецов, в реальности совершавший то, что и не снилось выдуманному агенту 007. Но он заслуживает всяческой популяризации, как уникальный летчик-герой. Очень здорово, например, смотрелась пара прилетевших из Челябинска Су-24. Мастерские точно в назначенные секунды. Хочется верить, что к столетию Григория Речкалова и открывшийся сейчас музей его памяти встанет на ноги при продолжающейся поддержке областных властей и будет сооружен мемориальный комплекс с самолетом, и все будет как у людей. Я посмотрела, сколько народа задействовано, сколько планов еще на будущее. То есть я думаю, если это все и желание, и стремление, не усилие, все вместе соединяться, я думаю, все будет отлично, и комплекс будет готов, как о нем и говорят. Надеюсь, надеюсь, и более столько стало, как сподвижников, столько желающих этому помочь. Так что большое спасибо. Накануне силовики заглянули в город Сумрака, в Уральский Самарканд на Эльмаше. Попасть в него можно по-разному. Правда, через самую сумеречную дверцу, через заброшенный цех, заваленный арматурой на улице старых большевиков, чужаки войти вряд ли решатся. Судя по всему, этот вход в азиатский сумрак от рассвета до заката охранял ночной дозор. Молодой узбек, когда нагрянули омоновцы, прятался в заброшенной ржавой башенке цехового крана. К тому моменту ключнику врат сумеречной зоны, не по своей конечно воле, уже прилип к стенке. Два десятка ступенек вверх, и вот она, гостиница для гастарбайтеров полторы звезды. Двухъярусные кровати под самый потолок, поселевшие от обилия постояльцев матрасы. Остатки спартанского ужина на столе, как в самой простенькой чайхане. И дюжина испуганных глаз полусонных мигрантов, которые, если судить по их бумагам, не успели даже как следует стряхнуть себя в приграничную пыль. Различить в толпе иноплеменных новобранцев сумрака и не перепутать их с потертыми нелегальщиной гастарбайтерами весьма непросто. Последние наверняка побывали и, возможно, не раз в хитрых домах на улице краснофлотцев. В них, в этих самых домах, парочка ушлых уральских мужичков умудрилась прописать больше сотни мигрантов в двух своих невзрачных на вид квартирках. Сейчас и того, и другого ждет судная скамья. Но это частность. Резиновые квартиры, как полулитровки для алкоголиков. Выпили эти, найдут другие. Внутри альбашевского сумрака по вечерам жизнь бьет ключом. И даже выглядит как-то по-человечески. Как в полусумраке. Кафе Джана на улице фронтовых бригад. Полупустой зал, опустевшая кухня. Казалось бы, все как везде. Но если не запутаться в бесконечном лабиринте коридоров и переходов, здесь тоже можно отыскать дверь в азиатский сумрак большого города, где работники после смены спят в повалку на полу. Разбуженные полицейскими женщинами Востока безропотно и бессловесно выходили из тьмы нелегального жития. Последней точкой сумеречной облавы полицейских в тот вечер стала точка общепита комфорт. Из-за вторжения селаряков парень с девушкой так и не успели дотанцевать свой вечерний амур. Иноземным гостям было явно не дописно плясок. Великим исходом из сумрака поход силовиков по чайханам и караван с сараем Уральского Самарканда в северном штате Екатеринбурга, конечно же, не назовешь. Но 14 подсумеречных обитателей полицейским удалось вывести на свет. Полдюжины гастарбайтеров даже ждет депортация. Доставленные лица поставлены на фото и дактилоскопические учеты. У шестерых из них выявлены нарушения в сфере миграционного законодательства. Постановлением суда принято решение о принудительном выдворении данных лиц за пределы Российской Федерации. Что дальше? Не знаю, как у вас в уголовке. У нас сразу язык отрежут за лишние вопросы. Через очень незначительный промежуток времени в нашей программе очень скоро наступление на РАЛ новой порции февральской жары теплоты. Ну а в Екатеринбургский следственный изолятор заехал крайне мобилизированный зэконский этап. Куда только зэки из этого этапа не засунули свои мобильные телефоны. И в электробритву, и в машинку для стрижки волос. И в мочалку один зэк даже пришил к своим трусам карман для мобильника. А ведь медики давным-давно предупреждали. Ношение в трусах мобильных устройств чревато для мужского здоровья. Четыре рубля. На ОТВ. Вместе с началом февраля новые вести стали поступать из учреждений педенитенциарной системы о различных открытиях, совершенных сотрудниками в моменты, когда кто-то по разным причинам поступает из внешнего мира вовнутрь тщательно охраняемых мест изоляции или исправления. Например, в Красно-Туринске, где расположена строго режимная колония номер 3, 3-го же февраля, на кратковременное свидание к родственнику, осужденному за простое изнасилование на целых 7 лет, явилась забывчивая вольная гражданка, местная жительница, запамятовавшая, что мобилы зэкам не положены. Кстати, несмотря на свою такую забывчивость, гражданка не забыла прихватить с собой еще и зарядное устройство и даже целых два разных конструкций. Еще интереснее то, что телефон, якобы ее собственный, сунутый в сумочку чисто по недоразумению, почему-то оказался без сим-карты. Видимо, звонила чисто по аккумулятору. У вас будет составлен протокол об административном правонарушении 19-12. Это будет штраф? Это будет штраф, да, мировой судья будет с вами разбираться. Второй эпизод приключился на следующий день, 4-го февраля, уже в Екатеринбурге. В центре, точнее, в местном централе, в следственном изоляторе номер 1. Сюда аж 5 раз за один день попытались вселиться с недозволенным вложением в виде, опять же, сотовых телефонов. Первые четверо с четырьмя прибыли одним этапом. Все четверо еще не осужденные, пока лишь обвиняемые. Один в сбытии наркотиков в крупном размере, другой в краже группой лиц, третий в причинении тяжких телесных, а четвертый вообще в умышленном душегубстве. Одна мобила была наивно спрятана в мочалке, три остальных уже ухищренным способом запаяны в корпуса электробритв и машинки для стрижки волос. Чуть позже к этой компании присоединился еще более простой клиент, предполагаемый крупноразмерный хранитель наркотиков, который приехал в СИЗО с телефоном прямо в кармане трусов. Однако, судя по тому, что люди продолжают получать мошеннические звонки с предложением выкупить на бедокуривших родственничков, кое-где сидельцам удается наладить поставки в зону мобил и причиндалов к ним. И напоследок о погоде завтра, примерно то же самое, что вот сегодня, а вот четверг и пятницу почти жара, ноль плюс один. Среда на Среднем Урале в День молодежи Камеруна грозится быть не по-африкански, жаркой на самом юге, минус 12 в Каменске-Уральском. Зато вдвое меньше минусов на самом севере, минус 6 в Ивделе. И совсем уж минус 5 опять на юге в областном центре. На этом фоне Роспотребнадзор заметил превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ на 17%. По этому поводу в 81 садике и в 89 школах закрыто по несколько группы классов, а один садик и три школы закрылись полностью. Тем временем в Екатеринбурге вплоть до самых выходных опять оттепель, при которой вирусы чувствуют себя вольготно. 40-градусный дубарь был бы полезен и за пару дней, глядишь, поубивал бы всю заразу, но более минус 13 по ночам пока не ожидается. Не более минус 22 опять же ночью и на карте Большого Урала. Интересно, что рекорд тепла минус 1 тоже на севере поблизости, но сильно западенистее. На Южном Урале ночью неожиданно почти так же студенно, как у Ледовитого океана. В той части Европы, что у нас не помечено столицей Варшавой, завтра будем считать по соседям плюс 3 и день подкормки лесных зверей. Рекордные же цифры на троих одинаково покажут Сочи, Рим и Барселона. Единственный на всю Европу минус в нашей Первопрестольной, Откуда ровно 318 лет назад Пётр Первый, ещё не прорубив окно в Европу, разрешил продавать в России табак. Ребята, вы слишком много курите. С такой отдышкой вам не пробежать из 100 ярдов. Запомните, курение вредно для здоровья. Вот и всё, ребята. Время нашей программы, к счастью, прошло к концу. Продолжайте нас смотреть, в том числе в интернете, в том числе у нас на сайте shownewstv.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова